Продолжение следует... Об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона. О передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни». Патолога-анатомы вскрывают трупы. Это так. Но, к сожалению, многие знают об этой профессии лишь этот факт. На самом деле все гораздо глубже. Эти врачи тщательно под микроскопом исследуют кусочек органа живого человека и в последующем могут диагностировать какое-то тяжелое заболевание, например, рак. Елена Валерьевна, правильно ли я говорю? Да, в принципе, ваш рассказ совершенно точен. Мы работаем не только с умершими телами, но мы работаем еще с прижизненным материалом, взятым от живых людей, так называемым операционно-биопсийным материалом. Термин «патологическая анатомия» – это сборный термин там, где изучается именно патология анатомического строения. Но здесь в совокупности происходит изучение, как я еще раз повторю, и умерших, то есть именно анатомия, нарушение целостности, изучение патологии в этом организме. И также патология в органе и живого человека. Каждый человек попадает периодически, это неизбежно, в больницы. Каждому проводят операцию, каждому делают какие-то диагностические манипуляции. Отнимают органы, либо забирают часть органа, например, ФГДС. Если уж привести пример, самый распространенный. Пришел человек, сделали исследование желудка, увидели какое-то образование, назвали его полип, эрозия, язва. То есть в бытовом понятии все это представляют. Что делается дальше? Так вот, человеку, пациенту, врач-эндоскопист забирает кусочек этого органа. И потом уже, вот никто об этом практически не знает, и этот материал исследуется, и проводится изучение материала, выставляется диагноз не кем иным, а именно врачом-патологоанатомом. И тот диагноз, который ставит врач, и то лечение, которое получит пациент, своевременность оказания помощи после постановки диагноза, зависит именно от врача-патологоанатома. Наша лаборатория, она называется гистологическая. Гистологическая лаборатория изучает гистологию, то есть строение тканей органа. Часть органа или образования врач передает лабораторию патологоанатомического отделения Центральной городской больницы, где начинается исследование биологического материала. Для начала в фрагмент помещают формалин. Раствор позволяет зафиксировать и защитить его от естественных, или как их еще называют, аутолитических изменений. Это своего рода принцип бальзамирования. Ежедневно в отделении на исследование поступают около 100 фрагментов органов. А это значит, что в год биологического материала здесь обрабатывают до 30 тысяч. Дальше мы начинаем кусочек специальным образом обрабатывать, то есть вырезать. Если это маленький кусочек размера меньше 1 сантиметра, то его можно не трогать. Он у нас уйдет дальше в процесс приготовления. Если это более крупный, например, орган, тот же аппендицит, либо маточная труба. Но по технологическим нашим требованиям размер будущего фрагмента не должен превышать 1 на 1 на 0,5 сантиметра. Поэтому процесс, которым занимается врач-патолог Анатом, называется вырезка биологического материала. Далее специалист описывает размеры, цвет, консистенцию и изменения биологического материала. После этого исследуемый объект фиксируется. Для этого помещают в так называемую кассету. Затем наступает сложный с технологической точки зрения этап. Процесс проводки, который в общей сложности занимает до 5 дней. Биологический материал обрабатывают реактивами, которые обесцвечивают и уплотняют кусочек органа или образования. А дальше лаборанты с помощью специального аппарата заливают кассету парафином. Это микротон. С помощью него лаборант делает тончайшие срезы за парафининого блока. Можно сказать, ювелирная работа. Таким образом, толщина срезов достигает несколько микрометров. Это в несколько раз тоньше полиэтиленового пакета. Пленочка наклеивается на стекло и с помощью красителей приобретает тот или иной цвет. После всех манипуляций биологический материал готов для изучения под микроскопом. Берется специальное стекло, ставится в микроскоп и изучается строение тех тканей, которые мы видим, окрашенных. В виде своеобразной структуры, измененные, атипичные, а возможно и нормальные, те, которые характерны именно для этого вида ткани, будь это папиллома, будь это маточная труба, либо аппендикс. Мы видим изменения воспалительного характера, видим кровоизлияние, видим явление отека, ожога, возможно, какого-то химического. То есть все изменения носят специфический характер. Все это легко просматривается и фиксируется нами в специальных документах. Так называемом бланке на патологоанатомическое гистологическое исследование. Секционный раздел работы, то есть процесс скрытия трупов, на самом деле занимает не больше 15% от общего ежедневного труда врача-патологоанатома. В этом и кроется кардинальное отличие от судмедэксперта. Кроме того, патологоанатомы изучают тела людей, умерших от болезней. Все остальные случаи смерти, связанные прежде всего с внешними факторами, фиксируют врачи судебного медицинского бюро. Но самое интересное, что процесс скрытия может в последующем спасти чудо-жизнь. Только на вскрытие лечащий врач, приходя на вскрытие, получает именно вид изнутри того состояния, той болезни, от которой лечил. Он может проанализировать и в дальнейшем у других пациентов избежать подобных ошибок. Не то, что ошибок в лечении, а именно в тактике маскировки некоторых болезней. На вопрос о том, получают ли врачи патологоанатомы слова благодарности в свой адрес, главный специалист по патологической анатомии в Ульяновской области с гордостью дает положительный ответ. Патологоанатомы не рождаются, ими все-таки становятся. И как в любой профессии, я не считаю нашу профессию какой-то необычной, или очень уж эксклюзивной, или особенной. Это обычная работа. Это работа, направленная действительно на спасение жизни людей, направленная на творение блага все-таки во имя здоровья людей. И это все равно призвание.